Всем привет, мы уже в Киеве, после 10 с половиной часов дороги, мы ехали 10 с половиной часов, 400-500 километров, это парадокс, в инстаграме подпишитесь, там было весело, ну, нам было весело, девочки некоторые мне писали, говорят, Ань, мы не спали, мы ждали, пока вы приехали, и я им безумно благодарна. Не, на самом деле это очень ценно, это очень, это реально очень-очень, мы сидим в стоматологии, мы в принципе и ехали в Киев в понедельник ради стоматолога, вот, и я уже начинаю живеть, мне кажется, надо было просто или перенести, или пойти, у Ники у меня чистка, потому что Ники через 3 дня снимут брекеты, и надо почистить зубы, вот. Перед снятием, поэтому, в принципе, это можно было сделать в Одессе, но, как бы, мне кажется, я протупила. Мы сейчас играли в скороговорке, у Ники очень хорошо получается, и мне понравилась у нас скороговорка. Хай малый, скажи малому, хай малый, малому скажи, хай малый, хай малый, вот тут вот у меня заминка, хай малый, ты ля при яже. Это игра, мы так играемся, мы когда ехали в дороге, мы уже из всего делали игру, и пели песни колоссально, с вокальными данными, ага, ага, особенно я. Так, хай малый, скажи малому, хай малый, малому скажи, хай малый, ты ля привяжен, почему у меня так? Кормила, вернула, 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 вернули, да не было вернула. Верху... Клара у Карла, у Клала Клар нет. А чего не можешь? Я не знаю, я путаюсь, я имена путаю. Карл у Клары. Я, кстати, когда училась на ведущую, мы скороговорки вот так просто, как семечки лускали. Видите, прошло сколько лет, и я уже не могу никуда гнать, и вообще не могу догнать никого, мне кажется. Только вот одну помню, сейчас скажу. Ты ее тоже забыла? Да, уже забыла. Это единственное, что я помню. А вы спите в Кресле у стоматолога? Ника, да? И она реально спит. Почему? Потому что это Ника, она везде всегда спит. Мама! Никуля! Ник! Я не спала, пошла, я просто лежала. Я делаю чистку, и нашли там у нее кариес. Сейчас будет пломбировать. Знаете, что я узнала? Сейчас врач сказал, что у нее кариес, потому что она плохо вычищала зубы, хотя мы купили ей... Как эта штука называется? Ирригатор. Как? Ирригатор. Купили ей ирригатор все равно. И? Ирригатор. Ирригатор. Купили ей ирригатор, и все равно она плохо... Его просто пока к крану подсоединишь, блин. Ну да, лентяйка. И теперь, в общем, врач сказала, что в принципе можно... Я, кстати, и себе на заметку возьму, и вам решила сказать, поэтому камеру включила. Есть такие таблетки, они зеленого, фиолетового цвета. Вы съедаете таблетку, и налет красится в цвет. И вы чистите зубы, и нормально вычищаете. Видите, где он? Да, вы очищаете этот налет. Я нашла в розетке по 112 гривен. Сейчас как раз оформляла заказ. А сколько стоит? Там 12 или 10 таблеток 112 гривен. Это она будет раз в неделю, наверное, съем таблеточку. Да, зачем раз в неделю? Видите, пробы тут делали. Ой, сейчас будут не пилков делать. Ирригатор сказал, что можно жевать правой частью. А вы не отследите. А. Да. Я заехала в магазин за продуктами и на рынок. Начинаю покупать уже для заморозки фрукты. И очень люблю помидоры, зелень, базилик. Все с рынка. Он такой более свежий. Девочки, что вы еще замораживаете, кроме ягод и овощей? Я начала практиковать, замораживать. Кручу голубцы и их уже как бы готовы, мы просто морожим. Ну, это прикольно. Что еще можно так делать? Дети на полу замороженных фруктов. Полу фабрикатике. Кручу продукты. Смотрите, я покупаю в основном, в основном покупаю овощи и фрукты или на рынке, или у нас в стиле. Это, во-первых, если в селе, вот, например, я сегодня купила вишенку. Она не брызанная. Можно компоты наварить, можно так кушать. А вот черешня с рынка. Да, это черешня с рынка. То есть, я имею в виду, что фрукты и овощи желательно, конечно, покупать вне магазина. Вот. О, баклажанчики. Я обожаю лето за это. И самое интересное, я обожаю процесс именно хождения по рынку. Да, жарко. Но вот этот вот запах. Почему-то магазинные, даже те же помидоры, они отличаются от тех, которые на рынке. Хотя, по факту, ну, вроде бы как, как бы, бывает одно и то же. Но, в общем, может быть, это самовнушение, может быть, это воспоминание с детства. Я всегда, когда была маленькая, с мамой ходила на рынок покупать продукты, именно ягоды и овощи. Ну, с фруктами. Захожу и вспоминаю. Мы же вчера только приехали. Ночью. Поэтому утром собрались, проснулись, позавтракали, поехали к стоматологу. Вот это только вернулись, уже вечер. Сейчас надо вещи разбирать. И тут еще разбирать продукты. Ааа, столько всего делать, что Ника есть. Кстати, мы заехали пообедать в заведение и взяли с собой. Потому что, как знаете, как с голодухи поназаказывали, так поназаказывали. А, я же заговариваюсь. Ладно, ребят. Я же нечего захнусь. Да, я... Сына будет сбросить на Нику. Ей все равно делать нечего. Никочка, моя спасительница, что же ты будешь делать? Знаете, что она будет делать? Обычно... Никулечка, поможешь мне? Да, мам! Проходит два часа. Ника, ой! Или уснула, или зависла в телефоне. В общем, нам уснула. Я прям как Золушка. Мы с моря приехали и, естественно, привезли с собой много стирки. О чем я хотела поговорить? На самом деле, тут вопрос о детском стоматологе, о правильной очистке полости рта у детей. Потому что мы взрослые, у нас все по одному, у детей все по другому. Я Демиду зубы чищу. Время от времени, бывают такие дни, знаете, такие вечера, когда, например, вечером я говорю, иди честь зубы, умывайся. Я, например, занимаюсь там на кухне, чем-то занято. И он чистит зубы самостоятельно. Но, в принципе, зубы я ему чищу. У него появился кариес на двух зубиках, на пятерочках. То есть внизу вот так вот. Вверху врач сказала, что у него все хорошо. Я сейчас в Инстаграм написала пост, потому что я не знаю, какие зубные щетки нужны. Врач порекомендовала выбрать электрическую. Говорит, во-первых, ему будет интересно с ней, как бы, можно сказать, играть, да, чистить зубы. Это первое. Второе, это сделается из-за него. Она очень хорошо очищает. Какую выбрать? Какие фирмы? Я сейчас залезла в интернет. Думаю, нет, надо с вами посоветоваться. Их миллион. Много как отрицательных, так и положительных комментариев. Начала лазить на форумах стоматологов. Опять же, миллион рекомендаций. Поэтому у меня вопрос к вам. Посоветуйте вы в комментариях. И я как бы, знаете, так, я выберу, но, опять же, цена-качество. Хочется хорошую, но не за все деньги мира. Это первое. И плюс я так подумала о том, что вот у Ники была электрическая зубная щетка. Она как раз накрылась. То есть она уже восстановлению не подлежит. Я подумала о том, что, может быть, есть какая-то зубная щетка. Ну, в принципе, она есть. Просто, ну, с насадками для всей семьи. Но так, чтобы было и детская, и взрослая. Потому что я, например, знаю, вот у нас были один этот девайс, и щетки меняются. Но детская, она вроде бы как отдельная. В общем, короче, для меня это сейчас темный лес, и мне нужен ваш совет. Я нашла хорошие зубные пасты. Только что, опять же, в Инстаграме Бимама порекомендовала хорошего стоматолога, но она в Днепре. Но у нее очень хороший Инстаграм с хорошими советами. Как лечить дубы? То есть вопрос со стоматологом. Показала я Доминикиному стоматологу взрослому. Она говорит, я детей не лечу. Димит вряд ли сможет высидеть. Не знаю, не водила, но попробую, конечно. Но мало ли, может, вы тоже знаете что-то и посоветуете. К стоматологу без анестезии, чтобы он просто высидел, и ему смогли отремонтировать два зубика. Прям страшно. Поэтому жду от вас комментарии, ваши, может быть, какие-то советы, ваши истории. Я думаю, что вы это проходили. Простите, вот я сейчас только что обратила внимание, что все-таки задний хон у меня сейчас не алло. Sorry. Там стул с пакетами. Мы просто только вернулись. И у нас в Киев ведул сильный ветер, и у нас просто во дворе все разбросано. То есть все игрушки, все по территории раскидано. Я еще ничем не занималась, потому что только домой приехали. Продукты, заморозка, в общем, все, море закончилось. Вот, поэтому вот мне сейчас нужен ваш комментарий. Все, прекращаю болтать, ставьте на паузу, пишите, очень-очень-очень надо. Пока нас не было, видите, ветер разносил цветочки, поливал мой брат, он был, сидел за домом. И все, все живое. Хозяюшка моя, кокосик разбивает. Так, ты поаккуратнее с ножом, это сильно резко. Я нож сломаю. Ух ты. Вау, надо сделать инста-фотку. Покажи. Аккуратно, нож, нож, нож. Ника. Идем, ты какой... Ника. Вот понимаете, подростки, они издеваются над родителями. Убери нож, пожалуйста, смотри, он же маленький, он прыгнет еще. Блядь. Смотри, идет кокос. Пожалуйста, отресь. Он вкусненький, он мокренький. Знаете, из кокоса на три сухие, там молочко испаряется. А тут прям очень вкусно. Тут вкуснее. Кстати, подсолнух. Пока нас не было за 7 дней, он прям конкретно... Ты что такое? Кокос за 20 гривен, ты что? Так смотри, какой кусок отвалился. Он же... На, ешь, да? Ника, что ты сделала? Там... Ника. Ну как мне бороться, ну блин? Не па. Спасибо, сыночек. Если ты подрастешь и будешь такой же, я не знаю, что за вами буду делать, я буду плакать. Может, поможет? Ты притворяешься. Я не притворяюсь. Я грущу. Так вот, пока нас не было 7 дней, за 7 дней смотрите, как уже вырос. А, я вам до этого не показывала. Я путаю иногда YouTube и Instagram. Я в Instagram показывала наш подсолнух. Вот. У нас их тут немного. Так, где-то. А вы смотрели мои предыдущие влоги? Там я вам показывала, что мы привезли с собой одесский сувенир. Вот он. Ника уговорила меня, и я согласилась. Мы вам уже привязали, завязали этот с номером телефона. Ошейник, чтобы не потерялся, потому что тот на шире еженьке потерялся. Вот. Потому что не было ошейника, и подумали, что он ничейный. Ну что, котенька? Ты в новом доме. Не пугай. Она спала? Так, Дема, не надо сильно близко, мы еще глистов не гнали. Я тут загораю. Ну, не именно здесь, я имею в виду, что выношу. Дома загораю. Да, и загораю. Вот. Так, тут надо проверить цветы. Мы тоже только приехали. Боже, бутылки валяются. Оставила дом ненадолго, на неделю. Смотрите, капец какой-то. Ну, все живо. Вот сюда вот складываю, в уголочек, возле самоката. Все, пришло и его время помогать. А то обычно ничего не делал. Ветер, видите, разнес. Это все из-за ветра. Из-за ветра. Правильно ставь ударение. А вот, ты переступил и наступил как раз. Я не знаю. Мама, тут свои таблеточки от старости. Я этого режу. А что это такое? Вестида. Это не старость, это голова окружения. Ммм, разнесень большая. Ну, в общем, девочки, это препарат от голова окружения. Врач его рекомендовал. И у меня в Одессе сильно закружилась голова. И оно помогло. Поплюй! Да, вот, подростки. Это... Ты как крыса, слышишь, бегаешь, Клепа? Видишь, а ты крысы любила? Ну, она подрастет и будет кошкой, а не крысой. Дем, я же тебя попросила сложить. Ты не сложил еще. Нет, посмотри, еще вон валяется. Вон валяется. И вон возле розочек тоже. Давай. Самокат надо унести в большой дом, потому что дождь его может намочить. Ой, футболист. Боже, боже, во дворе такой кипиш трындец. Ладно, пошла я убирать. Убирать. Ника! Что? Дай! Дам, по очереди. И это на постоянной основе. Ну, дай! Ника ведет себя так, как будто ей пять лет. Демит специально тоже вредничает. Я не знаю, как с ней бороться. Да дам, только перестань себя так вести. Чувствую, я буду покупать и читать. Очень много литературы по воспитанию. Дай! Это кризис у Доминики и кризис у Демида. У него маленького возраста, а у Ники подросткового. Нет никакого кризиса, просто тебе вести себя надо по-другому. Да, а тебе в четырнадцать лет тоже. В принципе, уступать младшему брату или как-то хитростью обходить острые углы не получается. Сейчас, видишь, доиграю, да? Что вам хочу сказать? Сегодня было такое утро, скажу вам так. Так, приехал мой бывший муж, чтобы поменяться машинами. И выяснилось, походу, что он до этого был в банке и забыл кошелек там. А там, получается, у него в кошельке мой тех паспорт. Потому что, когда мы уехали в Одессу... Нет, я разговариваю. Когда мы уехали в Одессу, мы поменялись машинами. Потому что на его машине удобнее ехать. Ну, моя как бы была поломана. Он ездил на моей, ну, как поломанная, ходовой надо менять. И он приехал, как бы, забрать свою и отдать мне мою. Тех паспорта нет, кошелька нет, у него там права. Ну, и, соответственно, куча других моментов. Ну, ладно, говорю, буду восстанавливать тех паспорт. Планы уже поменялись, потому что они уезжают к бабушке, к моей свекрови. Я говорю, ну, тогда не поедете, потому что это же права были в портмоне. Соответственно, вы не поедете, тогда ты поедешь на поезде восстанавливать. Потому что он не прописан в Киеве. Я говорю, ладно, пойду я еще в машине посмотрю. Начинаю смотреть и вот так вот смотрю прямо. И вижу перед собой портмоне. Фух, и улыбаюсь. В нашей жизни совместной такое было на постоянной основе всегда. Терялись ноутбуки, ключи, разбивались машины от невнимательности. Я уже, знаете, как я уже к этому спокойно отношусь, потому что, ну, как бы я к этому привыкла за всю жизнь. Но рада, что все нашлось. И вы знаете, сегодня солнечное затмение, второе число, начинается с 7-го числа этот Меркурий, третийградный. Поэтому очень такой будет непростой июль, поэтому имейте в виду. Вот, ну, это одно. Раз уже так случилось, мы такие, ну, ладно. Говорят, раз так перенервничали, поехали, ну, типа покушаем и как бы успокоимся все. Вот сейчас приехали. Вот когда они так играются, мне нравится. Я попрошу сесть нормально. Ну, нормально сидеть. Нет, нормально сидеть. Нормально ребенок сидеть. Но мы же не едем. Она психой, знаете почему? Потому что не так, как она хочет. И вот когда мы с ней разговариваем, я говорю, нет, надо там вот так, вот так. Нет, она делает так, как считает она. Вон, Дима уже идет. Мы, кстати, это, приехали за... Матрасс. Ой, матрасс. Не матрассом, да, бассейном. Что тут? Рулетка. А, ты хочешь измерить? Померить. Я пойду гляну тоже. А еще не принесли. Это и рак для себя, 76 сантиметров. Такая глубина, да? 76 сантиметров. Павля. Это довольно... Малой плачет, она довольна. Вы понимаете? Нет, я не довольна. Я просто рада, что мы купим бассейн. А теперь по-честному. Я рада, что мы купим бассейн. Да. Я ему говорю, я хочу купить малый бассейн. Ну, как, говорю, не знаю какой, помоги выбрать. Ну, он решил помочь и заодно и заплатить за него. Поэтому я только рада. Вот, чтобы можно было летом проводить спокойно на территории. Именно с, ну, как бы, водичкой. А не ездить. Постоянно купаться где-то непонятно куда. А бассейн каких размеров будет? Ну, вот сейчас папа выбирает. Я, так как, как бы, в принципе, хотела небольшой купить. Ну, относительно двоих. То сижу, молчу. Какой купит, такой купит. Я не думаю, что он купит плохой или маленький. Я думаю, он купит нормальный. Чтоб всем было комфортно и удобно. Хотелось бы как в железном порту. Ой, нет, нет, сильно большой. Это прям огромный. Я не думаю, что он так купит. Во-первых, он очень дорогой. И, ну, там прям в железном порту мы как-то отдыхали. Там был очень глубокий, такой большой. Там на много человек было. Такие маленькие тогда было. Ну, сейчас мне по поясу. Не-не-не, он реально был глубокий, Николь. И он большой, там много человек плавало. Попросила еще бывшего мужа мне помочь, потому что физически четыре колеса тяжелых. Самой доставить, можно так сказать, на шиномонтаж тяжело. Вот, поэтому вот сейчас меняют. Наконец-то на летнюю резину. В июне, в июле уже, в июле месяце, представляете? Вот, но зато теперь она будет вообще красотка, потому что ездила зимой я, ну, вообще езжу зимой на 16-м радиусе, а летом ставлю вот на хромованные диски 18-й радиус. И смотрится она, конечно, вообще очень красиво. Где? Покажи. Ну, Петя, нечаянно, вы же игрались. Не, нечаянно, специально, мы без двух. Это ж больно. Ничего страшного, быстрый конужик. А ну, отомсти ему быстро, палкой. Давай. По ногам, по ногам, по ногам. У меня все дети. Доминика была с мышкой, а демицей. После моря отвела Эдемида в детский сад до обеда, потому что утром слез было немерено. Почему включилась? Хочу сказать о том, что наш сад закрывается на лето и переводят в соседнее село деток. Вот. И отдали сейчас тетради, по которым они занимаются. Выдовныцство ранок. Я скраве. Вы просто, девочки, у кого детки в садике, напишите, по каким учебникам занимаетесь. И если у вас английский... И вообще, какая система? Так как Демид в государственном садике, у них, ну, как бы, общее. Но я заметила, что вот он ходил в детский сад в Киеве. Там чуть хуже, чем здесь даже в селе. Я удивилась на самом деле. Вот мне сад наш очень-очень нравится. Сейчас просто вам покажу. Тут у них есть письмо. Три-четыре года. Я скраве дорожки. Вот. Мы сейчас дома будем смотреть, что Дема делала, что нет. Потому что он то ходит, то не ходит. Потом Кумедни фигурки. Математика. Три-четыре года. Тоже выдовныцство. Ну, то есть, тоже издательство. Потом есть альбом для рисования с четырех лет. Это уже вторая часть зима и лета. Вот, переворачиваю. Ну, я смотрю, Дема, мы дома будем еще заниматься, потому что все дети ходят на постоянной основе, а мы нет. Еще альбом с рисования. Только первая, получается, часть. Вот. У них, кстати, такие рисунки, когда ребенка забираешь, это много рисунков и написано, ну, по фамилиям. Так смешно наблюдать, ну, детские эти рисунки. У каждого же свой творческий взгляд. И он так любопытный, значит, смешно включу, жарко. 20 математических заданий, вторая часть зима и лета, альбом для аппликаций и лепки. Тоже с четырех лет. Вот. И еще то же самое, только получается первая часть тоже аппликации и лепка. Ну и вот, посмотрим. Это кто? Это мухомор. Правильно. Такой красивый мухоморчик. А вот это вот? Светофор. 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 Я, кстати, нашла малому логопеда, потому что говорили до пяти лет, типа, просто исправляйся. Мамая. А после уже надо логопеда. Нашла логопеда, потому что Демиду через три месяца уже пять. А это что? Это? Да. Солнце. И? Очень классно. Это очень классно. Это осень. Видишь, листочки? Да, это осень пришла. Так, ой, вот эта вот красота какая. Это что? Это? Да. Лето. Лето. А как дерево называется? Дерево? Да. Это что такое? Нет, это береза. Береза. Понимаете? С листиком. Пальчиками листиками делали. Это же береза, посмотри. Береза очень легко узнать, видишь? Береза. Да. Ух ты, а что это, Демидушка? Это мы дугореваем делаем. Да, ну что вот это вот? Это? Что это, да? Что это? Дождь. Дождь, да? Он такой прям как ливень, да? Прямо как снег. Ух ты. Боже мой. Такая прикольная. Девчонки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, с какими учебниками, может быть, посоветуете, да? Потому что сейчас как бы лето, Дема пойдет в другой детский сад, я вожу его не на постоянной основе, и мы занимаемся дома. Дома тоже много разных книг, я могу, в принципе, показать. Можно даже отдельное видео снять, если хотите. Ставьте пальчики вверх и пишите плюсик, например, в комментариях, чтобы не зря снимала. Потому что я снимала до этого видео с книгами. Не могу сказать, что они прям сильно просматриваются. То есть как бы есть люди, которые смотрят, кому интересно, но немного. Чтоб я просто не зря снимала. Все, пойдем ку пристегивать. И жду в комментариях ваши такие заявочки и ваши рекомендации по поводу занятий с детьми с 4-х лет. Может быть, посоветуете какие-нибудь книги или, может быть, какие-то игры или какие-то развлекатки. Это Дема. То есть я так же могу сделать и я для вас, потому что у нас тоже есть определенные игры, и можно снять отдельное видео на тему развития ребенка, например, с 4-х лет. У меня, кстати, есть книга с 2-х лет. Есть вообще с нуля. Ну, как бы с нуля, понятное дело, но когда ребенок совсем маленький, есть определенные упражнения, там, на внимательность. Дема, Дема, Дема. Вот, есть такие книжечки у меня, поэтому, в принципе, кстати, они мне уже не актуальны, и они где-то у меня в коробках. Я могу, когда вещи буду разбирать, я могу бы среди вас, там, как бы кому-то подарить, да, как бы, чтобы не разыгрывать. Можно и разыграть, чтобы по-честному было. Также у Демки есть, он как-то моментом вырос, у него есть одежда, ну, хорошая одежда, то есть, там, шортики хорошие, которые он надевал несколько раз, просто взял и вырос, поэтому тоже, я вот не знаю, как бы, у меня есть вроде бы и подружки, кому можно отдать, можно кому-то из вас отдать, в общем, я не знаю, как правильно поступить, может быть, вы знаете, кто из блогеров как поступает, может, дадите тоже совет, потому что, ну, вещей много, и куда их девать. И на этом я влог закончу, потому что он опять длинный, все, спасибо вам большое, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и внизу под видео у меня есть много-много других ссылок на другие видео, на плейлисты, поэтому переходите, смотрите. Пока. Пока.